Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской информирует, как не стать жертвой нового вида мошенничества в мессенджере Телеграм. Видеосообщение от знакомых с просьбой выручить деньгами может оказаться подделкой, а лицо и голос собеседника дипфейком. Сгенерированная нейросетями изображение и аудиодорожка создается мошенниками на основе фотографий и аудиосообщений из взломанных аккаунтов. Если вы получили такое видеосообщение, обратите внимание на видеоряд. Вы можете отличить настоящее видеосообщение от поддельного по неестественной мимике странному морганию глаз, размытому изображению. В любом случае позвоните тому, от кого пришло сообщение и спросите, действительно ли ему нужна помощь. Администрация Красноглинского района напоминает читателям своего телеграм-канала о том, что с 1 июня по 31 августа в районе действуют особые нормативы соблюдения тишины. Летом по будням шуметь запрещено с 23 часов до 8 утра. В субботу, воскресенье, нерабочие и праздничные дни соблюдать тишину необходимо до 10 утра. Телеграм-канал администрации Кировского района в преддверии летнего сезона информирует граждан, как избежать теплового удара и защититься от жары. Избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно с 11 до 17 часов. Снизить физические нагрузки в жару, сократить потребление алкоголя, отказаться от курения, сократить количество пищи, а количество потребляемой жидкости наоборот увеличить. Носить легкую свободную одежду из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, чаще принимать душ, избегать поездок в общественном транспорте. Этот же телеграм-канал пишет о том, что глава Кировского района Игорь Рудаков выступил перед Советом депутатов района с отчетом за прошлый год. Он рассказал, что в прошлом году комплексно благоустроили 6 придомовых территорий. Благодаря губернаторскому проекту содействия улучшили 5 дворовых территорий. Провели 180 мероприятий с участием активных граждан. Администрация железнодорожного района рассказывает о ходе работ по обновлению бульвара по улице Чернореченской. Завершился первый этап ремонта подземных коммуникаций. Произведен монтаж теплосети в районе дома номер 12 по улице Чернореченской. Была осуществлена замена большей части трубопровода. После полной замены подземных коммуникаций планируется обновление дорог, тротуаров, освещения. Комплексное благоустройство бульвара на улице Чернореченской проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». В Октябрьском районе прошел финал турнира по боулингу «Веселая кегля» среди команд школьников и их родителей, посвященный году семьи в России и 85-летию района. Мероприятие стало настоящим праздником для детей и их родителей. По итогам семейного турнира по боулингу определены победители в категории 3-4 классы. Первое место заняла команда Самарского медико-технического лицея. Второе место у команды школы номер 155. Бронзу завоевала команда школы номер 92. Среди 5-7 классов победила команда школы номер 155. Второе место у команды Самарского медико-технического лицея. Третье место заняла команда школы номер 16.